В Саратовском театре драмы выступит двойник Адриана Челентано. Маурицио Швейцер привез в город знаменитое Челентано-шоу. Певец не только исполняет песни известного итальянского артиста, но и очень похож на него внешне. Но Саратов двойниками звезд шоу-бизнеса уже не удивить. Здесь живут те, кто сам, как две капли воды, похож на известных деятелей сцены. О них наш следующий материал. Если слушать, как поет Анатолий, кажется, что вернулся на 40 лет назад и попал на концерт Владимира Высоцкого. Молодой человек из Багаевки – местная знаменитость. В свои 23 поет, как известный советский бард. Говорит, когда подарили первую гитару, старенькую, без одной струны, сразу понял – будет играть. Сначала учил аккорды, потом песни. Когда встал выбор, что петь, над ответом тоже долго не думал. Услышав Высоцкого, мне понравился стиль, манера исполнения. Душа, как говорится, русская, чувствуется интонация. И они до сих пор актуальны, эти песни. И поэтому мне понравилось творчество Владимира Семеновича. Говорит, первое время и не задумывался, как его стиль исполнения напоминает Высоцкого. Он работает грузчиком, а игра на гитаре пока так – хобби. Поет для души и не только песни известного барда. В его репертуаре и буги-вуги, и современная музыка. Но известен Анатолий стал именно исполнением песен Высоцкого. Родные рассказывают, даже ставили эксперимент. Включали друзьям записи Толи и спрашивали, чья музыка. Я просто на работу принесла, включила. Говорю, кто поет-то? Ты что, Высоцкий. Мы его даже перепутали по аудио и это. Не угадали. А вот еще одного жителя области узнают не по песням, а по лицу. Владислава Медведева на улице часто останавливают и просят автограф. Мужчина, как две капли воды, похож на известного российского актера Владимира Машкова. Сдержан такой мужской есть в человеке. Классное все. Внешность, лицо, где-то просто, может, прохоже, взгляд, что-то так. Двойник звезды – тоже творческая личность. Владислав – спортивный корреспондент. Ведет репортажи с хоккейных матчей. Его коллеги впервые увидели на фото. Тогда многим показалось – знакомое лицо. И лишь позже, когда увидели лично, поняли – вылитый Машков. Владислав, взяв пример со своего звездного двойника, попробовал себя в театральном амплуа. Говорит, хотел бы добиться славы сам, а не как человек, похожий на звезду. У меня есть мечта сняться в фильме. В принципе, у меня уже был такой порыв попасть к Сергею Урсулику на проекте «Хидон», который снимался. А пока саратовские двойники знаменитостей мечтают о собственной минуте славы, итальянский своей уже добился. На сцене театра драмы выступит Маурицио Швейцер. Известным стал тоже благодаря сходству со звездой. Он внешне похож на Адриана Челентано и поет, как он. Двойник итальянской знаменитости прибыл в Саратов в рамках гастрольного тура. Даже самые строгие критики признают, он вживается в образ Челентано настолько, что зрители забывают, что перед ними другой человек. Итальянский артист говорит, его группу объединила любовь к творчеству Адриана Челентано. Я всегда его любил, но, конечно, друзья вокруг меня всегда говорили, что мои внешние сходности и мои движения напоминают его. Поэтому после этого я начал изучать его, думать о его музыке. Пока одни звездные двойники делают деньги на своем сходстве с известными людьми, другие только пытаются проникнуть в святая святых шоу-бизнеса. Правда, все они согласны с одним. Можно вживаться в образ, но при этом оставаться самим собой. Иначе из двойника знаменитости можно превратиться в жалкую пародию. Елена Губенкова, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов.